Вступило сообщение, что якобы ходят, возможно, мошенники. Без промедления и лишних слов патруль отправляется, выражаясь полицейским сленгом, отрабатывать это сообщение. В состав экипажа три человека, старший Михаил Казанцев в какой-то степени и мы на несколько часов стали его подчиненными. Пока едем на место, узнаем, какие вызовы бывают чаще всего. Во дворах у нас граждане распивают алкоголь, появляется общественное место, и алкогольное обвинение. Также бывает, нарушают общественный порядок, бывают драки. За разговором время в дороге пролетело быстро, во дворе нас уже ждали потерпевшие. Вот эта бабушка заявила, что стала жертвой мошенников. Представители неизвестной фирмы убедили женщину в том, что у нее в квартире неисправна вентиляция. Сколько человек их было? Они пять человек были, двое зашли. Кухня совсем не работает, тут совсем не дышит, говорит, в туалет. Это ведь не верила я им, я зачем верила, не знаю. Бабушка за работу отдала 8 тысяч рублей. Как говорят полицейские, назвать мошенниками этих людей вряд ли можно, а вот обманщиками вполне. Способ их заработка – напугать доверчивых людей и продать услуги втридорога. Данные люди бабушки оставили акт приема сдачи услуг, там есть номер телефона. Вот сейчас пытаемся по нему позвонить и узнать, кто же все-таки на том конце провода. Что это такое, можно щелочникам держать. В принципе, ожидаемо, что на наш звонок никто не ответил. Но вот если посмотреть еще по документам, то данная фирма зарегистрирована в Нижнем Новгороде на улице Гороховецкой. Кстати, мужчин уже задерживали, так что личность установили быстро. Далее ими будут заниматься следственные органы. Ну а мы, собрав все материалы, отправляемся на следующий вызов. Угроза убийством, обращение серьезное, так что едем максимально быстро. Тут нам даже пришлось побегать по этажам и провести задержание. Он не спичал, потому что голос был его. Сейчас я выйду и пускай кто-нибудь заходит, я зарежу. Бытовые ссоры, пьяные драки, кражи, разбойные нападения. Маленькая часть того, с чем сотрудники ППС сталкиваются постоянно. А все свободное время почти все посвящают семье. Многодетный отец, трое детей. И больше времени в основном семью провожу. Все мое увлечение, это мои дети. И уже их неинтересно. Завтра патрульно-постовой службы исполняется 100 лет. И уже традиционно многие из действующих сотрудников этот праздник отметят на рабочем месте. На передовой борьбы с преступностью. Александр Халин, Булат Абдульманов, Новости НТР. Абдульманов, Новости НТР.